Аква-парк, танк-хаус, гипермаркет и забавляльный центр. Новые инвест-проекты у Гомеле подрихтованы до реализации. Аква-парк, танк-хаус, новые гипермаркеты и забавляльные центры. Это только некоторые объекты, которые по плану ближайшие годы должны появиться в Гомеле. Пляцовки под будущую забудовлю давно вызначены. Чем улады избираются привабить инвесторов, как лучше приступить до реализации проектов, доведалась Марина Джалая. Самый цикавый проект будовництва аквапарка з'явится, и он повинен на супроте лядового палаца. Чутки об этом ходить уже сёмый год, але пакуль тут по ранейшему пустырше. Тым часом город с нетерпливостью чекает инвестора. А гораджане махчымасти отримать задовольнение от водных аттракционов. Поездка в Жлобинске альбо столичный аквапарк – вариант не для кожного. Сразумело, что у складанной экономической ситуации непросто изнасти того, кто станет укладывать капитал в реализацию на ватвельме перспективных и окупных проектов. Тому держава предоставляет потенциальным партнерам розные преференции. Инвестор получает бесплатно земельный участок. В первое время он не платит определенные виды налогов, то есть земельный налог не платит. Не платит за право заключения договора аренды земельного участка, плату не вносит. Также есть определенные льготы преференции в части ввоза какого-либо оборудования для функционированного этого объекта. То есть мы заинтересовали инвестора максимально. Сирот инших инвест пропанул будовництва на месте привокзального рынка, шмат функционального гандлево-забавляльного центра, альбо администрационного будинка за объектами громадского охарчевания. Еще одна цикавая пляцовка находится побольше с Центральным парком, недалеко от больницы худкой медицинской допомоги. Тут такие же варианты, как и на месте рынка. Плюс еще один – узвядение шмат поверховки. Далее идет территория веслярной базы, каля клуба Нема. Тут можно побудовать отель. На бульваре газеты «Гомельская правда» у 18-м микрорайоне повинен з'явиться гипермаркет, а на улице Кожара – таунхаус. Мы хотим видеть свой город красивым в первую очередь. Одним из, скажем так, возможностей наименьших затрат и облагораживания города Гомеля путем создания рабочих мест и какой-то инфраструктуры города является это выставление участков вместо Говора. А зараз на территории Гомеля реализуются маль два десятки будавничих инвестдоговоров. У перолику на доллары размова идя об сумме амалю 190 тысяч. Прикладно, столько же договоров на 100 тысяч долларов завершено. Дякучи реализации инвестиционных будавничих проектов, в областном центре было створено свыше 1300 рабочих мест. Марина Джала, Яугин Макеенко, Телеродо, компания «Гомель». Доброчинная акция «Я бачу» стартует сегодня у Гомельской области. Почас мероприемства, якое будет проходить до 28-го снежня, плануется провести диагностику зроку во всех детей школьного возрасту, которые проживаются в сельской мясовости. Обследованием, якое проведутся в 21-м районе, будут займаться мобильные бригады офтальмологов, оснащенные сучасным обсталяванием, призначенным для проверки зроку. Консультативную допомогу по доглядзе за тяжкохворыми и состарелыми, а так само за детьми первого года життя, будут оказывать Гомельским медицинским колледжем. Установа запускает гарачую телефонную линию. На пытание будут отказывать высококвалификованные специалисты с великим опытом практичной работы. Звердаться можно по уторках и четвергах с 15 до 16.30 по номеру телефона, який вы зараз бачите на своих экранах. Темчасом на допомогу состарелым накерована акция под названием «Утульный дом». Я ее проводят волонтеры «Червоного крыжа». Мы это допомогли одиноким пожилым людям навести парадок на присядивных участках после зимы. Ремонт ахароджа, уборка, обрез кадров и навод распилов кадров. Волонтеры по просьбе пенсионеров выконгуют любую тяжкую працу. За первый день акции бригада активистов плануя наведать три адресы. С завтрашнего дня на допомогу выйдут уже некольки бригад. У их составе представники разных профессий – педагоги, медики, милиционеры, выратовальники. Уся гожда волонтеров звернулось около 20 человек, и заявки протягивают поступать. Доброчинная акция будет проходить, поколь застанутся просьбы об допомозе. Ну ладно, дрова я не попилю, не поколю. Надо нанимать людей, надо платить людям. Раньше бы у мужа у меня, а сейчас его нет у меня. Работа нормальная, я довольна. Довольна, хлопцы молодые, все сделают как положено, все лучше. Это очень большое спасибо, большое им пускай здоровье, и пускай еще помогают таким же, как я. Коли вы так само маете потребу у допомозе, звертайтесь у территориальный центр социального обслугования по месту жихарства. Сегодня означается Международный день театра «Лялек». Дата была установлена 15 годов тому, и с того часу святкуется як профессионалами, так и аматорами лялечных театров. История Гомельского театра «Лялек» началась в 1968 году. За маль паувековую историю поставлено больше, как 180 спектаклей, которые поглядели свыше трех миллионов глядачов. Гастрольная и фестивальная география театра охопливает простору от Барселоны до Владивостока. Только за пошние три сезоны трупа побывала в Москве, Самаре, Калининграде, Киеве, Шарнигове, Душанбе и других городах. Сегодня у трупа 26 актеров, что год театр представляет каля 400 спектаклей, и ке наведывают больше, как 65 тысяч глядачов. На манеже Гомельского державного цирка стартовала новая программа. Гэта саправды феерычный проект знакомитой династы дрессировщика у Карниловых «Шоу Индзира». Вероника Ворошилина одной из первых убачила яскравое цирковое действие. Новое цирковое шоу Индзира – это атмосфера загадковой Инды. Шиковные костюмы, дорогие упривоживания, оригинальные декорации, каскад неверогодных труков. Глядачов чекают комичные номеры клоунов и захопляльные выступления жанглёров, эквилибристов, поветорных гимнастов и акробатов. В центре яскравого циркового действия Индзира экзотичные живёли. Верблюды и лами, пумы и львы, пантеры и собаки, малпы и дикобразы. Дорослые скакуны и карликовые пони, рознакодоровые попуга, ювар, питон и навод крокодил. На манеже гомельского цирка гэтые четырехлапые артисты демонструют публице свои уникальные умения. Я не з'являю для дачоу неверогодным спрытом и кемлевостью. Бодай самые уражливые деятшие персонажи шоу Индзира «Слоны». Фьерышный цирковый аттракцион представляют дуэт брата и сестры Андрея и Анастасии Диаментьевых-Корниловых. Гэтые молодые артисты продолжают некие знакомитые днастые дрессировщиков. Прыху больше пять годов тому они уже выступали у Гомеле. Зараз привезли абсолютно новую версию захопляльного шоу, побудованную один из сюжетной линии. На манеже гомельского цирка выключены слоны девчинки. А тому, как и належит саправдным артисткам, перед выходом на сцену они пройшли широк косметичных процедур. Перед тем, как мы начали нашу премьеру, конечно, мы провели целый ряд процедур, мытья слонов, маникюра, педикюра. И потом только уже выпустили их на манеж. Они очень умные животные, очень сознательные, поэтому дрессировать их легко. Самое сложное, наверное, в работе со слонами – это уход за ними, это соблюдение всех норм. Потому что, несмотря на то, что они такие огромные, они могут очень легко заболеть, простудиться. И потом это будет тяжело вернуть в нормальное состояние животное. Андрей и Анастасия Дементьева-Кармилова выступают у себя роде четырех слонов. Самые юные, которые приезли из Китая, семь годов. Найбольшой опытный из Индии – 61. Я шесть в артистке у тропе, 27-годовый, пригоженный из Таиланда. Подшер шоу программы, это эмассивные и, на первый взгляд, тяжкие. На подъем живеты с особенной грациозностью и вытонченностью выполняют самые складанные цирковые тропы. Новое цирковое шоу Индиры – это захопляльная история, наполненная чароуниством и прогожностью загадковой Индии. Интригующая программа для детей и дорослых, которая является свой особливым синтезом чароуной каски, мюзикла и левших номеров циркового мастерства с усветного узроуни. Мы пытаемся удивлять наш город, мы пытаемся показывать самые лучшие. Нам кажется, что это удается. И признанием нашей работы служит то, что мы в этом году получили из рук президента диплом по присуждению специальной премии президента Республики Беларусь за развитие, популяризацию циркового искусства. Вероника Врашиля, Югин Макин, котель, радиокомпания «Огумель». На этом выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнаценко. Мы сочим с развитием падею «Огумель» и в области. Заставайтесь с нами.